МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент США пригрозил Москве нарастить ядерный потенциал. В России уже пообещали адекватный ответ. Больше никаких разговоров о дружбе. Журнал «Нью-Йоркер» с Путиным на обложке и вовсе предсказывает новую холодную войну. Ну, честно. Честно? Несколько стаканчиков. Каких? Граненых? Сама виновата и бьет, значит, любит. Как история от Журыгиной вслед за законом о декриминализации семейного насилия расколола российское общество. Естественно, что никто не думал, что с 15 августа у нас начнется фашизм, наша служба. Старые толстые страшные стюардессы аэрофлота обвинили крупнейшего авиаперевозчика страны в дискриминации по внешнему виду. В самой компании назвали слова «выдумкой» и утверждают, что не замеряют бортпроводниц линейкой. Если химикат везли в малом количестве, то нам будет сложно его найти. Это вещество нелегальное, это химическое оружие, и мы расследуем, как оно проникло в страну. Химическое оружие и разведка ради одного убийства. Для устранения опального брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Нама использовали газ VX, которым обладают лишь немногие страны, в том числе Россия и США. Подземный бунт. Мигранты из Средней Азии, которые строят московское метро, объявили забастовку. Им не платят уже несколько месяцев. Колония, которой даже вердикт Верховного суда не указ. Ильдара Дадина двое суток не выпускают из тюрьмы в Алтайском крае. У забора колонии активиста ждут жена, друзья, журналисты и адвокаты. Добрый вечер, это программа «Час Тимура Олевского», ведуя сегодня Ярина Давлитгильдеев. Почему моего коллеги Тимура нет сейчас в этой студии, хотя фамилия его все равно красуется за моей спиной, он сейчас расскажет вам сам. Здравствуйте, я Тимур Олевский, я приехал в Киев. Мы готовим специальный выпуск моей программы из Украины. Пока все планируют, что будет с Украиной дальше, мы приехали, чтобы понять, как сами украинцы представляют свою будущую жизнь. Мы поговорим о будущем украинской музыки, украинской литературы, украинской политики. Мы поговорим с музыкантом Олегом Скрипкой, с молодым депутатом Мустафой Наевом, с писателем Сергеем Жиданом, со многими другими. Смотрите выпуск этой программы на телеканале «Настоящее время» в понедельник вечером. Ну а теперь к новостям этой пятницы. Президент США Дональд Трамп обещает провести наращивание военной мощи, которая станет одним из крупнейших в истории Соединенных Штатов. Об этом Дональд Трамп заявил сегодня, выступая на консервативном форуме в пригороде Вашингтона. Накануне в интервью агентству «Рейтер» Трамп рассказал, что он против ядерного оружия, но если другие страны не готовы от него отказываться, США должны обладать сильным арсеналом. Договор с Москвой о сокращении стратегических наступательных вооружений, тот самый СНВ-3, президент назвал невыгодным для Вашингтона. Соединенные Штаты должны впредь оставаться самой сильной ядерной державой мира. Этим заявлением президент Трамп обозначил одно из важных направлений американской политики на ближайшие годы. Было бы чудесно, просто мечта, чтобы ни одна страна не имела ядерного оружия. Но если страны намерены им обладать, мы будем лучшими в стае. Что касается двусторонних договоренностей с Россией по ядерному оружию, то и тут Трамп занял жесткую позицию. В интервью агентству Reuters президент заявил, что считает невыгодным для США соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Этот документ был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и действует до 2021 года. Это односторонняя сделка, как и все другие сделки, которые мы заключаем. Она дала им то, что мы никогда не должны были позволять. Высказывания Трампа спровоцировали резко негативную реакцию российской стороны. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал его самым тревожным из всех его заявлений об отношениях с Россией. Он отметил, что договор основан на абсолютном равенстве ядерных сил России и США, и его смысл именно в том, чтобы не допустить превосходства в ядерной сфере любой из сторон. В своей беседе с журналистами Рейтер Дональд Трамп рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным, когда она состоится, он намерен обсудить и другой договор, который, по его мнению, Россия нарушает. Речь идет о развертывании крылатых ракет. Для меня это важное соглашение. Когда я встречусь, я не знаю, когда мы встретимся. Не знаю даже, обсуждаются ли сейчас встречи. Но если и когда мы встретимся, я подниму этот вопрос. Дональд Трамп говорил о договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомню, что информация о его предполагаемом нарушении появилась 14 февраля. Тогда Нью-Йорк Таймс сообщила о развертывании России двух дивизионов крылатых ракет, что идет вразрез с соглашениями 1987 года. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда отреагировал коротко, заявив, что официально Москву никто не обвинял, и Россия выполняет свои обязательства. Соглашение о сокращении наступательных вооружений СНВ-3 вступило в силу 5 февраля 2011 года. Договор обязывает Россию и США сократить число и развернутых, и неразвернутых стратегических наступательных вооружений. А именно, сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — 10 лет. Сколько сейчас ядерного оружия у каждой из сторон? В нашей справке. Когда сравнивают ядерные арсеналы России и США, считают боеголовки и носители, то есть межконтинентальные баллистические ракеты в шахтах, на подводных лодках и на мобильных установках. На таких ракетах может быть по нескольку боеголовок. И стратегические бомбардировщики, которые несут крылатые ракеты. У каждой по одному боезаряду. Есть еще так называемые неразвернутые носители, то есть ракеты, которые лежат на складе, или бомбардировщики на консервации. Это резерв, который в случае массированного обмена ракетно-ядерными ударами уже не пригодится. По количеству развернутых носителей США заметно превосходят Россию. 681 против 508. А вот с боеголовками картина другая. 1367 у американцев и 1796 у русских. Общее число развернутых и неразвернутых носителей практически совпадает. 848 в США и 847 в России. Обе страны способны нанести друг другу невосполнение ущерба. То есть стереть друг друга с лица земли. Заявление Дональда Трампа обсудим с экспертом по международным отношениям, политологом Михаилом Троицким. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Спасибо, что вы нашли время с нами пообщаться. Скажите, пожалуйста, вот это вот заявление Трампа абсолютно в стилистике и в риторике холодной войны, вот это бряцание оружейными мускулами, оно сейчас Вашингтону зачем? И на кого оно в первую очередь направлено? Это заявление для Москвы или это все-таки заявление для себя же, для Вашингтона? Заявление о желании Соединенных Штатов поддерживать первенство по эффективности и масштабам своего арсенала, ну, в общем, не является новым. Всем понятно, что Соединенные Штаты в силу своего технологического превосходства, в силу наличия огромного военного бюджета, вполне в состоянии нарастить при необходимости свой ядерный арсенал или постоянно его модернизировать. Так что, ну, на мой взгляд, это заявление в порядке вещей, оно, однако, может означать, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе в меньшей степени заинтересованы в переговорах о совместном сокращении ядерных арсеналов с Россией. Заявление, выходит, Трамп сделал как-то совсем не в духе СНВ-3, контекста СНВ-3. Ну, мы действительно уже слышали, что тема СНВ-3 поднималась в телефонном разговоре, единственно, сегодняшний день между президентами Путиным и Трампом, и президент Трамп в том разговоре заявил, что, по его мнению, договор СНВ-3 или договор СНВ-2010, как он называет, в России, не соответствует американским интересам. И да, вот сегодняшнее или вчерашнее заявление относительно превосходства в ядерных вооружениях, думаю, не соответствует духу контроля на вооружении совместного с Россией процесса снижения ядерных вооружений в соответствии с принятыми договоренностями. Насколько в современном мире и в мире современных войн, в принципе, эта тема является чем-то применимым на практике? Потому что мы же понимаем, что войны в любом случае, даже если будут вестись, то будут вестись совсем иначе. Ну, во-первых, ядерное оружие – это показатель статуса. Особенно роль второй ядерной сверхдержавы, то есть государства, которая обладает вторым, а может быть, даже первым по масштабам ядерным арсеналом, очень дорога для России. Это, несомненно, ставит на отпуску с Соединёнными Штатами, которые традиционно при президентах, во всяком случае, Клинтоне и затем Обаме, заявляли о своей крайней заинтересованности в переговорах о сокращении вооружений с Россией. Но внезапной иллюстрацией к этой теме стала обложка очередного номера журнала «Нью-Йоркер». Он выйдет в свет 6 марта и будет выглядеть вот так. На обложке будет написано «The New Yorker», именно так, на кириллице. Главным материалом номера станет статья Эвана Оснуса и Дэвида Ремника «Трамп, Путин и новая холодная война», посвященная вмешательству России в выборы президента США и в целом российско-американским отношениям. Рисунок на обложке – работа карикатуриста Барри Блитта. Владимир Путин стоит в знаменитой позе Юстаса Тилли, вымышленного Дэнзи, который был изображен на самой первой обложке в «Нью-Йоркере» в далеком 25-м году. Причем впоследствии журнал не раз возвращался к этому яркому образу. К другим темам этого дня. Домашние побои в России снова могут быть криминализированы, причем уже в этом году. Соответствующий законопроект вовсю готовится и, вероятно, будет внесен на рассмотрение депутатов уже весной. В феврале Госдума приняла, а Владимир Путин подписал поправки в закон, который отменяет уголовную ответственность за семейное насилие. Причем всего полгода назад, в прошлом летом, та же самая Дума принимала ровно противоположную поправку. В чем суть спора? В рамках декриминализации законодательства в России отменили уголовное наказание за общие побои, оставив ответственность лишь за те, которые были нанесены по определенным мотивам. Из хулиганства, религиозной ненависти, вражды и так далее. Туда же включили побои в семье. Этот факт возмутил русскую православную церковь и многих политиков патриархальных взглядов, вроде сенатора Елены Мизулиной, мол, родителей будут привлекать к уголовной ответственности за шлепки детям. Снова развернулась дискуссия о венальной юстиции, которую так боятся в церкви. И в итоге летнее решение откатили назад и за насилие в семье решили снова не наказывать. Согласно официальной статистике российского МВД, за 2015 год 50 780 человек стали потерпевшими от насильственных преступлений в семье. Из них 36 493 женщины, 11 756 дети. Правозащитники говорят, что реальная цифра значительно выше 100 тысяч в год. В среднем около 80% случаев домашнего насилия остаются в тени. Люди даже не доводят их до полиции. По судам цифры еще меньше. Только 10-12 жертв обращаются в суд. По международной статистике, женщины решаются уйти от мужа дебошира только после седьмого нападения. Бывает, что до него они просто не доживают. В России в год в результате домашнего насилия гибнут 14 тысяч женщин. Лишь единицы случаев домашнего насилия становятся публичными. Избитых жен, подруг, которые осмеливаются рассказать об издевательствах совсем немного. Женщины боятся общественного осуждения и позора. Об одной из таких историй. Репортаж Ольги Яковлевой из Саратова. Светлана Рыжова показывает нам материалы дела. Почти два года назад, в апреле 2015-го, ее избил муж. На тот момент уже бывший. Конфликт произошел в их общей квартире, куда женщина привела своих детей на свидание с отцом. После избиения Светлана незамедлительно обратилась в полицию. Полиция, ну, нас не ждали, это однозначно. То есть на нас слабо обращали внимание. Написали заявление. Просила я, чтобы было освидетельствование моего бывшему мужу. Я вся была и в грязи, и, соответственно, с разбитыми коленями. После этого мы поехали в травмпункт. Потом мне там еще хуже стало, и меня уже госпитализировали. Изначально дело возбудили именно по статье 116 УК РФ побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствия для здоровья. Но когда выяснилось, что последствия есть, переквалифицировали в 112-ю. Расследование, однако, до сих пор продолжается. А дело так и не дошло до суда. Светлана с детьми переехала в квартиру к своей маме. Кризисные центры – место, куда могут обратиться жертвы насилия, если им некуда пойти. В Саратове такой центр существует при поддержке областного министерства социального развития. По данным 2016 года, в реабилитационно-кризисном отделении за прошлый год проживало 160 человек. И половина из них с внутрисемейными конфликтами. Но лишь один случай был официально заявлен как семейное насилие. У нас, как обычно, не принято выносить ссоры из узбы. И поэтому чаще всего люди говорят просто о таком, если говорить терминологии, психологическом насилии. То есть говорят о том, что у них там постоянные конфликты, что он там замахивается. Но про то, что произошли избиения, люди как-то умалчивают. Только потом, в течение какого-то времени, когда уже установились отношения с доверительной, с психологом, потихоньку могут начинать раскрываться и говорить о том, что да, были случаи, когда там избивали, когда дети были свидетелями насилия. Сейчас, в связи с изменениями в статье 116 Уголовного кодекса, многие всерьез опасаются, что случаи семейного насилия могут участиться. Ведь над домашними тиранами не будет давлять угроза тюрьмы. Но некоторые юристы оценивают докриминализацию в целом положительно. И добавляют, даже когда по выше названной статье было предусмотрено наказание в виде лишения свободы, эта мера практически никогда не применялась. Проблема же домашнего насилия, она гораздо шире. Я не считаю, что внесенные в статью 116 изменения как-то кардинально изменят ситуацию в этом плане. О проблеме семейного насилия в последнее время заговорили более открыто. Однако работники правоохранительных органов по-прежнему неохотно берутся за такие дела. А жертвы домашнего насилия, в свою очередь, не верят в силу судов и полиции, боятся мести и денежных затруднений. Пока система несовершенна в целом, ни докриминализация, ни обратный процесс принципиальных изменений в ситуации в стране не повлечет. Ольга Яковлева, Григорий Гришин. Настоящее время. Саратов. Можно ли ждать, что российское общество, российские власти еще вернутся к дискуссии о необходимости или, наоборот, недопустимости декриминализации побоев и семейного насилия? Давайте об этом прямо сейчас поговорим с общественным деятелем и борцом с последней такой властной инициативой. Аленой Поповой, она с нами на прямой связи. Алену, приветствую. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы понимаем, что все, Дума приняла, Путин подписал, а все-таки какая-то дискуссия, какое-то возвращение к обсуждению этой очень непростой и неприятной инициативы для российского общества еще возможно? Я считаю, что сейчас надо обсуждать отдельный закон о профилактике семейно-бытового насилия, или как мы называем это, закон о домашнем насилии. Что касается декриминализации, то мне кажется, благодаря этой большой борьбе, к которой присоединилось общество, в Совете Федерации была создана комиссия, которая в течение месяца со дня подписания Путина этого закона мониторит данные, то есть количество вызовов, количество жертв. Об этих данных мы, я думаю, услышим. Там есть Антон Беляков. Напоминаю всем, что Антон Беляков, Сенат Владимирской области, именно Антон вносил нашу поправку о том, что повторный эпизод домашнего насилия должен быть делом частно-публичного обвинения. Объясню, что это такое. Это когда жертва пишет заявление, а всем остальным занимается полиция. Поправка не прошла, поэтому сейчас повторный эпизод по закону, который подписал Путин, частное обвинение. То есть жертва не в полицию обращается, она идет сразу в суд и доказывает, что она жертва. Но я думаю, что Антон будет повторно вносить эту поправку через Совет Федерации. А мы сейчас делаем, я и авторы законопроекта мои о профилактике семейного бытового насилия, Мария Довтян, Алексей Парш, у нас очень много людей, которые работают над этим законопроектом. Мы ходим к депутатам и объясняем им, почему очень важно принять отдельный закон. В этом отдельном законе есть два нововведения. Одно нововведение называется охранный ордер. Охранный ордер это и мера профилактики домашнего насилия. Это когда, например, полиция видит или кто-то видит, что происходит насилие, и насильнику предписывается не применять насилие к жертве, либо покинуть дом, в котором он пребывает с теми, кого он унижает или применяет насилие. Это очень хорошо, потому что сейчас, когда случай насилия происходит, приходится из дома убегать несчастной женщине. Я напомню статистику, 50 тысяч жертв, 36 тысяч женщин, 11 тысяч детей, почти 12 тысяч, 3 тысячи мужчин. Когда применяется насилие в семье, обычно женщина хватает ребенка, выбегает на улицу. Вот что, в чем она находилась, так она с открытыми глазами оказывается посреди холодной улицы, не знает, куда идти. Если она прописана на территории города, откуда она, в общем, выбежала из квартиры, она может обратиться в кризисный центр. У нас прописной ценз. Например, в Москве великолепные кризисные центры в Дубках, но ты можешь туда попасть бесплатно, только если ты налогоплательщик Москвы. То есть, если ты прописан на территории Москвы. Если нет, тогда только за деньги. И то там количество кое-какое место ограничено, что, как мы понимаем, ужасно, потому что жертвы огромное количество. В данном случае охранный ордер говорит о том, что не я как жертву убегаю из дома, а насильника исключают из дома, и он не имеет права ко мне приближаться. Более того, я сегодня выкладывала пример, что, например, в Новой Зеландии при выписке охранного ордера насильнику предписывается посещать специальные психологические курсы по работе с гневом. И если он хотя бы один раз эти курсы пропустил, это приравнено к криминальному преступлению, то есть, условно говоря, к уголовному ходу. Алена, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к этой странной инициативе, которая на днях буквально прозвучала, о создании профилактических центров для мужчин, которые занимаются, практикуют домашнее насилие, таких вотрезвителей? Категорически плохо отношусь, совсем не поддерживаю. Считаю, что если делать такие курсы только при существующих кризисных центрах, а деньги, если их некуда девать, лучше пусть направляют на строительство центров для реабилитации жертв. Реабилитировать насильника невозможно, потому что он и так уже насильник, куда еще ему там спа-процедуры что ли проводить или что-то ему там делать дополнительно, нет. Это специальные методы коррекции его поведения, это не реабилитационные центры. Это можно сделать при уже, повторюсь, существующих кризисных центрах, либо при социальных службах. И дополнительно городить огород не надо. Если возвращаться к разговору о специальном законе, который бы, собственно, описывал само понятие домашнего насилия, когда можно, в принципе, ждать его внесения уже в Госдуму? Мы надеемся, что благодаря общим усилиям он может быть внесен еще в этом периоде заседания Госдумы. Наверное, скорее всего, либо весной, либо ранним летом. Если мы его хорошо сейчас проработаем, мы активно очень каждый день над ним работаем. Вот мы встречались, собственно, с депутатами от всех фракций, включая Оксану Пушкину, это фракция «Единая Россия», как мы знаем, которая активно нам помогает. И Сережа Ргунова, фракция КПРФ, который выразил желание также активно помогать. И он был одним из тех, кто не проголосовал за декриминализацию побоев. Спасибо большое, Алена. Алена Попова, общественный деятель, была с нами на прямой связи из Москвы. И уже которую неделю одна из самых обсуждаемых тем в России – история Дианы Шурыгиной и 16-летней девочки из Ульяновска, пережившей изнасилование. 21 февраля на Первом канале вышла уже третья по счету программа «Пусть говорят», посвященная Диане. Судьба девушки в прайм-тайме федеральных каналов на первых полосах газет. Казалось бы, все довольно однозначно. Несовершеннолетнюю девушку изнасиловал 21-летний молодой человек и сел за это в тюрьму. Но спор вокруг Ульяновского случая расколол страну, а жертва изнасилования в итоге сама подверглась всероссийской травле. Эта история идет абсолютно в такт со спорами о домашнем насилии. Женщина – вот и терпи, бьет – значит любит. Изнасиловали – сама виновата. Пожаловалась на насильников полицию, обрекла себя на вечный позор и сломала парню жизнь. Удивительно, но зачастую травили Диану те же люди, которые еще летом писали проникновенные посты с хэштегом «Я не боюсь сказать». О том, как случай Дианы Шурыгиной раскрыл проблемы, в которых российское общество не готово себе признаться. Катерина Кочкина. Ульяновск. Весна прошлого года. Диане Шурыгиной 16 лет. И вместе с подругой она едет на вечеринку в коттедж за городом. На следующее утро уже с родителями Диана отправляется в полицию. Писать заявление о том, что на вечеринке ее изнасиловали. Диана обвинила в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова. Следователи дело возбудили, расследовали. Дальше суд. И в декабре 2016-го Семенова приговорили к 8 годам строгого режима. Правда, после апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев в колонии общего режима. Во Вконтакте после приговора появились сообщества поддержки. Сразу для обоих участников истории. Причем в группе «За Сергея» почти в 5 раз больше подписчиков. Там теперь задаются вопросом, как отменить приговор молодому человеку и посадить уже саму Диану за ложный донос. Мимо случая с Дианой Шурыгиной не смог пройти даже первый канал. Гости ток-шоу «Пусть говорят» целый час обсуждали моральный облик 16-летней девушки. Ну что такое? Поехала на какую-то вечеринку за городом, да еще и выпила. Ну, вот честно и откровенно, пожалуйста. Я пила водку. А сколько? Бутылка! Полбутылки! Или вы уже не помните? Сколько было выпито вами? Ну, честно. Честно? Несколько стаканчиков на донышке. Каких? Граненых? Нет. 250? Ну, сколько? Обычных пластиковых стаканчиков. Пластиковый стаканчик там? На донышке, я же сказала. На донышке. На донышке мгновенно стало мемом и разошлось по всему интернету. Пародийные видео, кубы, демотиваторы. Волну подхватили маркетологи фастфуда. Правда, потом рекламу удалили. Издание «Лайв» тоже не осталось в стороне. В социальных сетях началась настоящая травля Шурыгиной. Первый выпуск «Пусть говорят» с Дианой в Ютубе посмотрело 11,5 миллионов человек. Тогда первый канал подготовил новое шоу. И записал интервью с Сергеем Семеновым в колонии. Где тот рассказал, что все произошло по обоюдному согласию. Во время полуакта Диана вела себя раскрепощенную, не давала понять, что там какое-то насилие. Она не спала, как она говорила в показаниях. Я проснулась, я уснул. Я вообще считаю, что засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют. Любая женщина, которая действительно насилует, какое бы состояние у нее ни было, если бы она действительно засыпала, она встанет, я не знаю, убежит оттуда. Приглашенные гости поделились своими историями о том, как должны себя чувствовать настоящие жертвы. И сошлись во мнении, что Диана ведет себя как-то не так. После изнасилования через пару месяцев она снимала видеоролик, где она, цитата, «бухущая в хлам, едет и абсолютно не переживает ни на какие темы. Она не выглядит как жертва изнасилования». Получается, если жертва не выглядит как жертва, например, сидит в телестудии с укладкой и макияжем, то ее уже и не жалко. В отличие от преступника, которому она, по мнению гостей программы, сломала жизнь. Гости быстро списали на богатое воображение Дианы ее показания о том, что она сопротивлялась. А Сергей ее ударил. Материалы уголовного дела и приговор суда уже никого не интересуют. Для всего этого даже есть специальный термин – «виктимблейминг». Буквально стремление обвинить в случившемся жертву. Так стороннему наблюдателю проще всего дистанцироваться. Мол, она юбку слишком короткую надела, а нормальная девушка так не сделает. И значит, ее и не изнасилует никто. Диана Шурыгина нарушила негласные правила игры. Поехала на дачу, пила алкоголь, общалась с Семеновым. А значит, сама виновата. Вот как оценивают историю Дианы жители ее родного Ульяновска. Да, я знаю историю Дианы и Сергея. И мне кажется, что Сергея незаслуженно посадили. Ведь Диана очень наигранно врет. Мне кажется, Сергея посадили незаслуженно. И мне кажется, что ему нужно выйти на свободу. А Диане нужно просто подумать над самой собой и меньше пить. И не ходить на сомнительные ветеринки, в которых, ты знаешь, всего пара человек. Семья Сергея нормальные люди. И то, что он сам. Вообще, нормальная девушка не будет пить и ходить на такие тусовки. Она должна была знать, что ее там ждет. Она сама больше лезла к Сергею. Это уже сразу видно. Об этом все говорит. Об этом все говорит. Ее поведение. Поведение. Неправильное воспитание. Согласно официальной статистике правонарушений, в 2016 году в России зарегистрировано 3893 случая изнасилования или его попытки. Но это лишь верхушка айсберга. По разным данным, таких случаев больше, по меньшей мере, в 10 раз. Просто далеко не все женщины идут в полицию. А многие из тех, кто дошли, забирают заявление. Сами или по совету родственников или следователей. Чтобы не превратиться в очередную Диану Шурыгину и не выставить себя на всеобщее осуждение. Какие нарывы вскрыла эта яркая ульяновская история? Почему, если баба, то обязательно битая? Почему, если девушку изнасиловали, то непременно сама виновата? И что это вообще? Может быть, наше российское общество просто не умеет сочувствовать жертвам? Вот об этом прямо сейчас поговорим с писателем Виктором Ерофеевым. Писателем и большим специалистом по русской душе. Добрый вечер, Виктор Владимирович. Добрый вечер, да. Как вам кажется, можно ли говорить о том, что вот эта история, несколько этих историй показали, что мы живем в таком очень традиционалистском, патриархальном обществе жены ненавистников? Да, я бы даже сказал, что мы живем в архаическом обществе. То есть общество, которое действительно построено по принципу кулака, силы, в семье женщины, как вы знаете, занимало такую, ну, совсем не такую роль, которую бы хотелось ей занимать, наверное, уже начиная с 20 века. Был какой-то небольшой прорыв в районе революции, но потом это все стало опять заваливаться. И женщина, конечно, у нас существо подспудное, то есть привязанное каким-то путами к традициональной этике и эстетике тоже. Баба с воздуха были легче, утверждает русская пословица. А почему вот эти советские десятилетия как-то не помогли поменять отношение к роли женщины? Женщина-директор завода, женщина-летчик, женщина-героиня советских фильмов про подвиг. И все равно, тем не менее, эти женщины-директора заводов, они такие потерянные, избитые, забитые, затюканные и слабые существа. Ну вот когда спала вот эта советская пелена, мы заметили сразу движение общества, я бы даже это сказал, народа к традиционным ценностям. Потом еще на советских горизонтах как-то были нарисованы такие лозунги, как дружба народов и тема советского человека, где и мужчина, и женщина сравнялись по правам и обязанностям. И кроме того, в последние советские годы женщина вообще как бы лидировала. Она меньше на работе врала, дома меньше пила, и была более нормальным человеком, чем советский мужчина. Когда же это кончилось, и повисла такая атмосфера неопределенности, что будет дальше, женщина, конечно, оказывается самым ранимым существом. И эта история, которая появилась пару раз на телевидении, конечно, свидетельствует о том, что тема сочувствия, тема человеческого понимания, она плохо развита в России на уровне европейских ценностей. А вот это вот мужское ощущение собственного права на насилие, в том числе сексуальное насилие, и общественное оправдание. Ну, он же мужик, он же имеет право. Ну, и это да, что мужик может себе позволить гораздо больше и в эгентерах, и во всех тех делах, которые связаны с его волей. Да, мы плохо себе представляем именно нашу страшную архаичность. Она сказывается в политике, в экономике, в быту, и она не анализируется, она не стоит как проблема. Она вообще как бы не существует, при том, что, очевидно, она становится самой главной проблемой. Но я думаю, что работать с этим материалом очень трудно, и тут понадобится Петр Первый, желательно без репрессий, который мог бы немножко эту страну снова через 300 лет опять куда-то двинуть в сторону. Спасибо большое. Спасибо большое, Виктор. Виктор Ерофеев был с нами на прямой связи. Эту тему мы продолжим обсуждать во второй части нашей программы. И вот о чем еще поговорим в следующие полчаса. Если химикат везли в малом количестве, то нам будет сложно его найти. Это вещество нелегальное, это химическое оружие, и мы расследуем, как оно проникло в страну. Химическое оружие и разведка ради одного убийства. Для устранения опального брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Нама использовали газ ВИКС, которым обладают лишь немногие страны, в том числе Россия и США. Подземный бунт. Мигранты из Средней Азии, которые строят московское метро, объявили забастовку. Им не платят уже несколько месяцев. Колония, о которой даже вердикт Верховного Суда не указ. Ильдара Дадина двое суток не выпускают из тюрьмы в Алтайском крае. У забора колонии активиста ждут жена, друзья, журналисты и адвокаты. Продолжим говорить о том, что мы выбрали сегодня, одной из основных наших пятничных тем. Вообще вот это сломало парню жизнь и карьеру не только российский штамп. В Калифорнии власти под давлением общества после похожего скандала даже изменили законодательство штата. Ввели минимальный порог наказания для насильников и расширили самоопределение изнасилования. Произошло это после так называемого Стэнфордского дела, которым в России вполне может стать ульяновский случай. В январе 15-го года после вечеринки студенческого братства первокурсник Брок Тернер изнасиловал девушку без сознания за мусорными баками. Его поймали и задержали еще до приезда полиции два аспиранта, проезжавшие мимо на велосипеде. Девушка очнулась на утро в больнице, плохо помнила события предыдущей ночи. Подробности того, что с ней случилось, она по собственному признанию узнала уже из газет. Тернера исключили из университета, запретили ему появляться на территории кампуса. Прокуратура просила для него шесть лет тюрьмы. Адвокаты и родственники молодого человека считали, что это слишком жесткое наказание. Незадолго до вынесения приговора было опубликовано обращение отца Тернера, в котором тот говорил, что его сын и так достаточно пострадал. У него пропал аппетит, он больше не улыбается. И это уже слишком большая плата за действия, которые заняли всего 20 минут, подытожил отец. Судья с ним согласился. В результате Тернер получил за изнасилование полгода тюрьмы и вышел на свободу через три месяца за хорошее поведение. Когда Тернер покинул колонию вместе с личными вещами, ему выдали пачку писем с угрозами и искорблениями от тех, кто считает такой приговор слишком мягким. Сейчас Тернер живет с родителями в штате Огайо. Ему предстоит испытательный срок – три года. Он обязан регулярно отмечаться в полиции и вести трезвый образ жизни. Суд пожизненно включил его в список людей, совершивших сексуальное преступление. Каждый раз, когда Тернер будет переезжать, полиция может рассказать его соседям о том, что он есть в этом черном списке. О гендерном бесправии на этой неделе говорили и в связи со скандалом вокруг стюардесса Аэрофлота. Бортпроводницы крупнейшего российского авиаперевозчика обвинили компанию в дискриминации по внешнему виду. Якобы Аэрофлот заставил их сделать портретные снимки и фото в полный рост. Всех бортпроводниц обмерили сантиметром и разделили в итоге на несколько групп. В одной из них, которую сами стюардессы назвали СТС, старые, толстые, страшные, оказались те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46 размера. Корреспондент настоящего времени встретился в Москве с рассерженными бортпроводницами. Вот я заказала рейс Майами, мне написали отклонен. Делаю еще раз заявку на Майами, отклонен. Вопрос, почему? У меня действующая виза, действуют все эти. Весь этот конфликт с Аэрофлота у меня начался 12 октября, когда мне официально заявили, что моя зарплата снижена из-за размера моей груди. Как бы не смешно это звучало, но мне Аэрофлот написал официальный ответ, что я не соответствую размерному ряду Аэрофлота, и поэтому моя зарплата будет ниже. Все бортпроводники были, во-первых, отфотографированы, во-вторых, были замерены их параметры якобы на форменную одежду. Все бортпроводники были разделены на категории. Первая категория осуществляет полеты без ограничений. Вторая категория бортпроводников летает рейсами по России. Им отказано в выполнении зарубежных полетов. Существует третья категория бортпроводников, которым уже отказали в полетах дальнемагистральных по Российской Федерации. Существует также еще и категория бортпроводников, которые летают суперкороткими, так называемыми, рейсами до двух часов. Сама РУФА. Эту категорию аэрофлот рассматривает как наказание бортпроводников, которым также не могут применить иные меры воздействия. У моих ног был весь мир. Но, к сожалению, с 15 августа моими рейсами стало Золотое кольцо России. Я не считаю зазорным возить наших соотечественников. Я патриот России и патриот нашего населения. Но, учитывая, что аэрофлот выполняет полеты по 130 направлениям, конечно, хотелось бы иногда слетать на Пхукет, иногда в Таиланд, иногда в Пекин. Поэтому, конечно, мне обидно, что я теперь хожу на работу практически каждый день и летаю короткими рейсами по России. Да, у меня проскользнул в сентябре Бишкек, и сегодня ночью я слетала в Караганду. Пусть аэрофлот и докажет, почему одни старые, толстые, страшные летают рейсами только по России и короткой продолжительности, а другие, в то же время являющиеся работниками аэрофлота, летают в полном объеме. В самой авиакомпании слова стюардесс назвали ложью. Более того, как утверждают в аэрофлоте, они провели служебную проверку по каждому пункту обвинений. Это следует из их официального ответа телеканалу «Настоящее время». Заявление о существующих ограничениях по географии полетов не соответствует действительности. 21 февраля Магурина в 7.30 улетела за рубеж, и о планируемой командировке ей было хорошо известно. Мы не имеем права раскрывать персональные данные сотрудников, но если заявление бортпроводников будет разбираться в суде, представим по фамильной списке нескольких сотен бортпроводницы авиакомпании старше 40 лет, которые выполняли в 2016-м и продолжают выполнять в 2017-м году зарубежные рейсы. Заявление о существующей установке врачам избавляться от старых и страшных, списывать с летной работой не соответствует действительности. Еще одна деталь. В день скандала внезапно и весьма показательно выступила телеведущая Ксения Собчак и публиковала вот такой пост в своем инстаграме. «Какие все-таки красивые стюардессы в любимом аэрофлоте?» Или это Надя Толоконникова захватила самолет, пишет Собчак. Многие такого жеста телеведущие не поняли, возмутились. Например, журналист Олеся Герсименко написала у себя в Фейсбуке «Выкатывать такое в ответ на иск стюардесс, которых менеджеры компании фотографировали и обмеривали, как коров?» Давайте перенесемся в Юго-Восточную Азию, куда так хочет попасть одна из границ предыдущего репортажа. Химическое оружие, разведка, секретный газ и операция «Подстать Джеймсу Бонду». История вокруг убийства брата северокорейского лидера окончательно превратилась в детектив. Полиция Малайзии, которая ведет расследование убийства, выяснила, Ким Чен Нама устранили с помощью нервно-паралитического газа VX. Именно этим веществом был пропитан платок, который в аэропорту города Куала-Лумпур набросила на лицо Ким Чен Нама неизвестная девушка в свитшоте с буквами «Лол». Расследование загадочного убийства, как триллер или шпионский роман, читала и моя коллега Екатерина Бучнева. VX – самый токсичный из когда-либо синтезированных видов химического оружия. Одна его капля убивает человека в течение 10-15 минут. В истории он применялся лишь дважды – во время Ирано-Иракской войны в 80-х и в смеси с Зарином во время теракта в токийском метро в 95-м, организованном членами секты Аум Синрикё. Сегодня VX официально есть в арсенале всего двух стран – США и России. Пхеньян отрицает, что владеет химическим оружием, но по данным южнокорейской разведки, у КНДР есть до 5000 тонн опасных веществ. В основном это Зарины VX, что делает Северную Корею третьей в мире страной по величине химарсенала. Кроме того, она является одной из пяти стран мира, не подписавших Конвенцию о запрете химоружия. Если химикат везли в малом количестве, то нам будет сложно его найти. Это вещество нелегальное, это химическое оружие, и мы расследуем, как оно проникло в страну. Малайзийская полиция проводит обыски, пытаясь найти, где подозреваемые хранили яд. Однако сделать это не так просто. У VX нет ни запаха, ни вкуса. А в запечатанной ёмкости он безвреден для окружающих. Смертоносного действия вещества также можно избежать, если немедленно его смыть. Именно это и сделала женщина, напавшая на Ким Чен-Нама. Однако, как заявила полиция Малайзии, полностью избежать отравления ей не удалось. При задержании её рвало. Подозреваемая оказалась гражданкой Индонезии. По сообщениям СМИ, она заявляла, что думала, что снимается в телешоу. Министр иностранных дел будет поддерживать связь с Сити Айши через её адвоката, чтобы убедиться, что она получает необходимую защиту. Пока ничего не ясно, жертва ли она или соучастница, всё ещё в процессе, и мы посещаем её допросы. Помимо Айши задержаны гражданка Вьетнама и один северокореец, ещё семеро гражданка НДР в розыске. Четверо из них, по данным малайзийской полиции, могли уже вернуться в Пхеньян. Кроме того, Куала-Лампур официально запросил северокорейских коллег о допросе как минимум двух человек. Это сотрудник авиакомпании Air Corio. А это второй секретарь северокорейского посольства. Пхеньян называет данные об убийстве брата Ким Чен Ина дикими слухами и обвиняет Малайзию в предвзятости расследования. У здания северокорейского посольства в Куала-Лампур десятки журналистов, но все они остаются за забором. Ворота никто не открывает. Советник посла КНДР делает заявление через решётку. Мы не получили ни одного соответствующего документа от полиции или министерства иностранных дел Малайзии. Тем не менее, южнокорейская газета Hangore сообщила, что посольство уже получило документы. Мы решительно протестуем против ложного отчёта полиции и требуем изменить его. Загадочное убийство поставило под удар отношения двух стран. По данным Рейтера, Малайзия рассматривает возможность отзыва своего посла из Пхеньяна или даже закрытия северокорейского посольства. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Мы продолжаем. В Москве более тысячи мигрантов из Средней Азии, занятые на строительстве метро, начали забастовку. Вот уже пять месяцев им не платят зарплату. Многим должны по 200 тысяч рублей и даже больше работодатели компании Ingeo.com, аффилированный с московской мэрией подрядчик. Сначала уверял, что выплатит деньги до начала марта, потом вызвал полицию и заявил, что гражданам иностранных государств в России бастовать вообще запрещено. Так что либо работайте, либо уезжайте домой. По данным правозащитников, трудовые мигранты в России регулярно сталкиваются с нарушением своих прав из-за юридической неграмотности и отсутствия необходимой информации. В Санкт-Петербурге бороться с этим решили при помощи газеты. Недавно там начало выходить первое издание для женщин, мигранток из Средней Азии. Авторы пишут не только для тех, кто понимает русский язык. Материалы переводят на таджикский, узбекский, киргизский. Редакторы и репортеры исключительно девушки. Свежий номер газеты «ГУЛ» прочитал наш корреспондент Юрий Баранюк. На тюркских языках «ГУЛ» значит «цветок». Своей редакции у девушек нет. Деньги молодой коллектив репортеров женской газеты экономит, чтобы сделать больше номеров. Без аренды помещения гранта-мемориала, который журналисты выиграли в прошлом году, хватит на 10 месяцев. Женщины из Центральной Азии, у них не всегда есть доступ к нужной информации, у них не всегда есть ресурсы, как временные, как языковые, так и просто психологически как-то за эту помощь обратиться. На страницах газеты «ГУЛ» можно прочитать о бюрократии, правах мигранта, к работе, отдельная тема – здоровье. Сами журналистки уверены, если они не расскажут читательницам, например, о женской гигиене, большинству восточных девушек никто не расскажет. Мы писали про именно женское здоровье, про профилактику рака груди, рака шейки матки, про ведение беременности. Это темы, которые абсолютно табуированы в любом традиционном обществе, поэтому мы хотели таким образом их раскрыть. Есть девочки, которые стесняются даже своей маме об этом говорить. Получаются и домашние аборты, потом они обращаются к врачу, и это уже будет поздно. Газета бесплатная – это большой плюс для целевой аудитории, но в обычных киосках ее не найти. Свежие номера репортеры стараются оставлять в кафе, куда могут заглянуть мигрантки. А самый надежный способ – передать «ГУЛ» потенциальной читательнице прямо в руки. Журналисты и волонтеры раздают экземпляры у метро, на рынках и возле миграционных центров. Так, по наблюдениям девушек, больше всего пресса на родном языке нужна приезжим из Узбекистана. Много из Узбекистана вообще не понимают русский язык. Есть такие места у Узбекистана, где в школах вообще не учат русский язык. Не везде сейчас учат, но не акцентируются именно на русский. Газету у метро охотно берут и мужчины. Кто-то из любопытства, а кто-то для своих домашних. Можно посмотреть, прочитать, может интересно. Здравствуйте, привет Ленинграду. Тем не менее, основная аудитория – все-таки женщины. Для них в газете прописаны буквально пошаговые инструкции. Как устроить ребенка в детский сад или школу, какие справки для этого надо собрать. Кроме того, в газете публикуют контакты благотворительных и правозащитных организаций. Понятно, что теоретически можно любую информацию получить. Но нам кажется, что информация должна быть доступнее. Она должна быть на языках приезжих, чтобы им было удобно ее получить. Они могли задать вопросы, если они хотят. Сегодня тираж газеты – 2000 экземпляров. Есть интернет-версия. Сейчас журналисты и переводчики распространяют в Петербурге второй номер газеты, готовят к печати третий. Далеко в будущее не заглядывают. Главная задача для новой редакции – найти своего читателя. В прямом смысле слова, многие мигрантки из-за административных и других барьеров на полулегальном положении. В том числе, потому что вовремя не получили нужную информацию. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Ну а о других событиях этой пятницы в нашей традиционной рубрике «Новости коротко» расскажет Кристина Суворина. В Украине, в прифронтовой Авдеевке, снова нет воды. Это результат обстрела Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине призвал все стороны конфликта на Донбассе прекратить огонь. Он подчеркнул, что цитата «Арт-обстрел» фильтровальной станции демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни. Боевики снова усилили обстрел промышленной зоны возле Авдеевки Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Андрей Лысенко. За сутки в зоне боевых действий один украинский военный погиб и еще двое ранены. Выдачи Дмитрия Фирташа требуют США и Испания. Но суд в Вене постановил пока украинского олигарха освободить, не найдя основания держать бизнесмена за решеткой. Объяснив при этом, в 2014 году Дмитрий Фирташ заплатил залог – 125 миллионов евро. Кроме того, он не может покинуть Австрию. У него изъяли загранпаспорт. Напомню, против украинского миллионера есть два дела. Испания обвиняет его в отмывании денег, а США – в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов. Якобы Фирташ и его люди таким образом расплатились за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии, вне конкурса. Украинский депутат Андрей Артеменко рассказал о деталях своей встречи с бывшим советником президента США Майклом Флином. Об этом он сообщил после допроса в прокуратуре сегодня. Генеральная прокуратура Украины заподозрила Артеменко в государственной измене. «Я давал все показания в качестве свидетеля, разъяснил, где произошла эта встреча. Это было в отеле на Манхэттене в Нью-Йорке», цитирует депутата «Украинская правда». Напомню, Артеменко якобы планировал предложить России арендовать Крым после референдума. А теперь собирается передать свой, как он сам выражается, мирный план Вашингтону. Раньше Андрей Артеменко не был особо знаменит. В прошлом занимал пост президента футбольного клуба Минобороны. Занимался юридическим сопровождением спортсменов, в том числе братьев Кличком. В 2002-м его подозревали в многомиллионных махинациях с трансферами футболистов. Впрочем, обвинения тогда сняли. Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом. Международная федерация легкой атлетики одобрила заявки прыгунии шестом Анжелике Сидоровой, бегунии Кристине Севковой и метателю молота Алексею Сакирскому. В решении федерации есть разъяснение. Организаторы каждого конкурсного соревнования могут сами решать, допускать ли этих спортсменов или нет. Но у них есть право подавать заявки на выступление под нейтральным флагом. Все трое смогут принять участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде в марте. Еще шестерым российским легкоатлетам была отказана в праве выступать под нейтральным флагом. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы чистые спортсмены из России, несмотря на предательство системы, смогли выйти на старт. Второй за сутки грузовой корабль пристыковался к Международной космической станции. Вначале космический грузовик Dragon частной компании SpaceX. Экипаж захватил капсулу механической рукой манипулятором. Позже с помощью той же руки Dragon переместили к стыковочному узлу модуля, обращенному к Земле, и прикрепили к нему. Трансляцию ввело американское космическое агентство NASA. Грузовик доставил в том числе аппаратуру для научных экспериментов и супербактерию, устойчивую к антибиотикам. На орбите ученые собираются исследовать мутации микроба. И сегодня же российский космический грузовик Progress успешно пристыковался к МКС. Первый полет корабля данного типа после аварии 1 декабря прошлого года на Байконуре. Progress доставил на станцию более двух тонн грузов, в том числе воду, продукты, топливо и оборудование. ВОВСИН Правозащитники проведут внеплановую проверку колонии номер 5 в Рубцовске, это в Алтайском крае, где отбывает наказание активист Ильдар Дадин. Его уже двое суток держат под стражей, несмотря на то, что Верховный суд еще в среду, 22 февраля, отменил приговор. Жена Дадина, Анастасия Зотова, сегодня отправила жалобу на действия руководства колонии в Европейский суд по правам человека. ВОВСИН говорят, что ничего не затягивают и просто ждут постановления суда, которое идет по почте и может идти еще хоть неделю. Правозащитники с таким подходом не согласны. По словам председателя Алтайской наблюдательной комиссии Алексея Белоуса, ожидание официальной бумаги в колонии нельзя считать законным основанием задержки, так как при положительном решении Верховного суда осужденного отпускают немедленно. Жена Ильдара Дадин на второй день фактически дежурит у колонии. Анастасия Зотова уже пообещала уехать из России вместе с мужем, как только он выйдет на свободу. Московскую семью Аполлонских тоже разделила тюрьма, таких как они в России тысячи. Дарья Аполлонская осталась с тремя маленькими детьми на руках и без средств к существованию, после того, как ее мужа, бизнесмена, арестовали по статье мошенничества. На судью, выбравшего мера и пресечения арест, не действовали никакие доводы, ни дети, ни одинокая жена в декрете. С чем приходится столкнуться с женщинами, чьи мужья попали в заключение, расскажет собственный корреспондент настоящего времени в Москве Анна Зелькина. Вот папа. Вот папа. Мой папа даже по роду. Уже почти полгода четырехлетний Кирилл и двухлетний Аркадий папу видят только на фотографиях. Думают он в командировке, посылают ему рисунки, сообщения и ждут каждый день. Пап, я тебя скачаю, люблю. Отца троих детей, Александра Аполлонского, арестовали 8 сентября прошлого года. Статья 159, часть 4, мошенничество. Дарья, семимесячная София на руках, рассказывает. Муж выступил одним из поручителей по крупному займу. Его бизнес-партнеры, которые непосредственно использовали кредитные деньги, все находятся на свободе. А Александр в Бутырском следственном изоляторе. Сам процесс ареста был максимально фальсифицирован, как только это просто вообще было возможно. То есть следствие приписывает, прикладывает рапорта о том, что он якобы переехал жить за границу. Перевез за границу меня, наших детей. На тот момент я была беременной третьей дочкой. Якобы он перевез нас всех за границу. Прикладывает эти рапорты о том, что якобы у нас есть недвижимость за границей, которой у нас вообще нет, и для нас это была новость. Многодетная Дарья лишилась единственного кормильца. Некогда благополучной семье пришлось отказаться от многого. Естественно, мы дети отовсюду, если до этого они приходили на спортивную секцию, там за отсутствие денег мы забрали, да. Там, опять же, если какие-то продукты, да, те же самые. Если раньше, ну, вроде как ребенок хочет, да, мы спокойно могли пойти купить ему лишние бананы, киви, еще что-то. Сейчас мы считаем. Дети остались без развлечений и кружков. Дорого. От детского сада тоже пришлось отказаться. Дома они не подхватят вирус от других малышей, минус расходы на лекарства. Доход Дарьи 9,5 тысяч рублей в месяц, так называемые детские и декретные. Помогают близкие родственники и друзья, кто деньгами, кто продуктами. Дарья даже обратилась за помощью к посторонним людям через соцсети. Затраты на тюрьму бездонной, потому что очень много продуктов сюда приходится передавать, да, там, ну, то есть, вообще, постоянно посылки, еще что-то, это все. Лекарства, лекарства тоже, и они должны проходить, брать нужную аптеку кучу сертификатов, то есть, это целая-целая процедура. Вот. Дети – бешеное количество затрат, адвокат – бешеное количество затрат. За время следствия сменилось три адвоката. Первый честно признался, ситуация тупиковая, и от дела Александра отказался. Второй взял авансом 2 миллиона рублей и стал склонять Аполлонского к сделке со следствием. Третий работает за ежемесячную плату, которую семья редко может собрать и перечислить в срок. Каждый день Дарья стоит перед выбором – адвокат или жизнь. Вам зачем? Вам зачем нужно, чтобы все погибли? Вот вам зачем? Все же есть. Вам зачем нужно, чтобы страдала эта девочка, чтобы страдали ее дети? Ну, что мешает этого парня оставить хотя бы до суда на воле, чтобы он хотя бы разобрался со своими делами, чтобы он хотя бы доверенность написал для нее, чтобы он хотя бы выстроил ситуацию, в которой семья не должна погибать, пока он сидит в тюрьме. Вот вам зачем, чтобы он обязательно сидел? Есть же закон, там написано. Предпринимательские статьи. Вот 108-я. Вон Медведев, президент, тогда вносил. Написано. Вот таких не брать. Нет, мы сейчас всех обхитрим и сделаем так, чтобы его взяли. Зачем? А чтоб было. Директор фонда «Русь» сидящая Ольга Романова таких историй знает тысячи. Говорит, у тюрьмы женское лицо. О детях, женах и престарелых родителях заключенных никто не думает. В законе же не прописано. Дарья молодец. Она знает, что надо делать лягушке, чтобы выбраться из бочки с молоком, куда она попала. Она хорошо работает, она ведет блог, она занимается детьми, она сама не сдается, она не опускается. Это та самая женщина, которая может прийти на суд в красном платье, улыбаться мужу, говорить «все нормально, я тут выдержу». Романова уверена, при самом плохом исходе дела семья Аполлонских разорена на всю жизнь. Дарья, несмотря на свое трудное положение, улыбается и не теряет надежды. А маленькие Кирилл и Аркадий каждый день ждут возвращения папы из командировки. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время». Что ж, такое мы увидели эту пятницу. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Ринат Довлетгильзеев. Хороших вам выходных. Ну а в понедельник мой коллега Тимур Олевский проведет специальный выпуск программы из Киева, так что не скучайте. Мы готовим специальный выпуск моей программы из Украины. Пока все планируют, что будет с Украиной дальше, мы приехали, чтобы понять, как сами украинцы представляют свою будущую жизнь. Мы поговорим о будущем украинской музыки, украинской литературы и украинской политики. Мы поговорим с музыкантом Олегом Скрипкой, с молодым депутатом Мустафой Наевом, с писателем Сергеем Жиданом, со многими-со многими другими. Смотрите выпуск этой программы на телеканале «Настоящее время» в понедельник вечером. Субтитры подогнал «Симон»!